МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Придурок! Глаза протри! Алкаш! Е-мое! Да лихачился скотином! Мужики! 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 Е-мое! О, теперь вой не будет! Господи! В начале 80-х ГАИ фиксировало ежегодно до 200 тысяч ДТП. На трассах страны каждый год погибало до 30 тысяч человек. Авария на выезде из села Долинское Днепропетровского района не стала очередной. Необычные ее делали обстоятельства. В салоне москвича оказался второй секретарь обкома Комсомола. Обстоятельства гибели Степана Янишевского выясняли лучшие сотрудники милиции и прокуратуры. Одним из первых на месте ДТП оказался оперуполномоченный Дмитрий Чанцев. Он и опросил свидетеля. Этот грузовик летел. Чуть меня не сбил. Догоняет москвич. Хрязь! Я сюда, а здесь в салоне сам Янишевский. Точно? А то и номенклатуру в лицо как-то не очень. Да и машина какая-то не начальственная. Он секретарь. Ну, достоверение в кармане, так что сомнений нет. Спасибо, Эйнштейн. Ну, а второй, второй кто в москвиче? Антон Драч, обкомовский водитель. Москвич его личный. Душу вынут. В прошлом году в Минске вот так вот Машерова грузовик зацепил первого секретаря. Голов полетело. Ну, а что ГАИ скажет? Тормозной путь замерили. Сто процентов грузовик превысил. Да и москвич тоже не без греха. Ну, ты крамолу-то не говори, инспектор. Ну, серьезно, без шуток. Москвич вот так вилял. Пьяный, что ли? Не знаю. Я извиняюсь, это водила грузовика пьяный. Меня чуть не сбил. Ну, это мы уже слышали. Я сейчас про водителя москвича спрашиваю. Ну, дождемся экспертиз. Валяй. А водила грузовика кто? Документов при нем путевых не было. Петров Иван Иванович, ранее судимый, кстати. С места преступления скрылся. Так давайте возьмем собачку и пробежимся. Кинолог с собакой прибыл через полчаса. Еще через 20 минут собака вывела сыщиков на место, где скрывался водитель грузовика. Может, помедленнее? Дыхалка сдюжит? Да дыхалка сдюжит печень, вряд ли. Поехали. Стоять! Убери собаку. Слеза, Петренко, не мальчики уже. Поговорим спокойно. Ну, рассказывай. Что же рассказывать? Машина класс. После ремонта. Движок часики, вот я и газанул. А тут москвич едет, да? Москвич не едет, а стоит. Вот тебе крест. Но я в него и въехал. Испугался, выскочил. Думаю, хана. Смотрю, они уже не живые. Клянусь, они до удара уже были мертвые. Ну, это вскрытие покажет. А бежал чего? В башке переклинило. Испугался, думаю. Посижу, осижусь, подумаю. Ага. Ну, ладно, поехали, Петренко. Посидишь у нас в КПЗ, подумаешь. Ко времени возвращения на место ДТП у криминалиста появилась новая информация. Ну, по предварительному осмотру сказать могу вот что. В машине пять разных женщин побывало. Две блондинки, шатенка рыжая и коротко стриженная брюнетка. Брюнетка, кстати, нещадно пользуется лаком для волос. Ну, возил мужик баб. Автомобиль личный. Что-то такого. Есть что-то стоящее? Ну, хотя вот это может. В кармане Янишевского нашли записку. Судя по изломам бумаги, свежая. И на пять, два, два, три, восемь. По мелочам. На заднем сиденье банка с медом. На банке отпечатки. На полу старый пустой пакет от молока. А, да. Под пассажирским креслом металлический ящик с инструментом. На крышке ящика... Начальство возит, а в салоне черт ногу. А, кстати, о ногах. Обрати внимание на крохотный кусочек материала. Он застрял в остром углу. Замша. Похоже, от обуви. Согласен. Ноги, скорее всего, задвигали. Или раздвигали. Или раздвигали. Шучу, Андрей. И зацепились. Это интересно. Так, с экспертизами не волынь. Возьми водила на свидетельствование. Есть. В конце первого дня казалось, что загадок в этой истории почти не осталось. Ну, разве что записка, в которой значился несуществующий номер телефона. А также было непонятным поведение водителя москвича. Машина виляла от обочины к обочине. Однако уже на следующий день дело о ДТП переквалифицировали в убийство. Данные вскрытия и экспертиз невероятны. Водитель и пассажир автомобиля погибли не от столкновения, а от воздействия ядовитого газа. Производная фосфоновых кислот. Ткачук, это что такое? Ну, по-другому это изо... Ядовитое вещество, если по-человечески. Яд не из простых. Приготовить трудно. Как? Как это практически произошло? Ну, ну вот, пожалуйста. В пакете молока производства Днепродержинского молокозавода найдены следы жидкого второсодержащего газа. Верхний срез был заклеен пластырем. Некто оставляет закрытый пакет в салоне под сидением пассажира. Открывает его и выходит. Эти двое едут дальше. И бац! Ткани показывают клиническую картину острого отравления. Концентрация вещества составила 3,04 миллилитра на литр объема. Ну, что это значит? Смерть была быстрой и мучительной. Салон-то закрытый. Наши эксперты произвели кое-какие расчеты, учли температуру в салоне машины, скорость испарения и вычислили время, необходимое для создания смертельной концентрации вещества. Мы тут кое-что прикинули. Умножаем это все на среднюю скорость по трассе и получаем примерно вот такой вот радиус. Здесь пакет вскрыли. Последний пункт перед Долинским. Николаевка? Да, здесь они расцепились. Расцепились? Да. На буксирных проушинах москвича стерта пыль и есть волокна троса. Дмитрий Николаевич полагает, что москвич тянул кого-то. Ребята. Точно убийство? Может, кто-то в машине забыл пакет с этим веществом, а он взял да протек? Ну, это же газ, не простокваш. Его на базаре не купишь. Ладно. Мысли есть? Предлагаю начать с молочного пакета. Пакет очень странный. На нем нет ни номера партии, ни даты производства. Думаю, что тот, кто сюда это вещество вбухал, не в магазине его купил. Так что, возможно, возможно, имеет отношение к молокозаводу. Неподалеку села Долинское Днепропетровского района произошла авария. Грузовик врезался в москвич. В салоне легкового автомобиля обнаружили два трупа. Антон Драч, обкомовский водитель, и Степан Янишевский, второй секретарь обкома комсомола. Задержанный водитель грузовика рассказал, когда произошло столкновение, мужчины в салоне москвича уже были мертвы. Экспертиза показала, Янишевский и Драч погибли от отравления ядовитым газом. Вещество влили в пустой пакет из-под молока и подкинули в салон автомобиля. Смерть была быстрой и мучительной. На молочной упаковке был указан производитель Днепродзержинский молокозавод. Туда и отправился оперативник. Без номера партии и даты такое не достать. На пирамидку они наносятся сразу после разлива. А до этого они лежат в форме рукава. Да и цвет какой-то... Не знаю, может, выгорел. Такое бывает. Разрешите, Юрий Владленович? Кажется, пакет все-таки наш. Только не совсем наш. Вы определились, что значит наш, не наш. Дело в том, что в 78-м году, когда мы переходили на такую тару, на пирамидки, мы заказывали художников из Москвы. Вот, они приехали, сделали несколько эскизов и представили нам несколько вариантов. Ну, вспомните, был такой красный, синий и зеленый. Вот такой. А, да. Но нам сначала прислали только эскизы. Мы настоялись, чтобы нам в пирамидки оформили. Их прислали. Вот те, которые мы утвердили, они сейчас по всем магазинам. А этот мы забраковали. А сколько их было? Ну, один где-то у нас в правкоме валяется. А больше, скорее всего, и не осталось. Так, мне нужны адреса этих художников и номер кабинета правкома. Еще. Чанцев поинтересовался, используются ли в производстве препараты и вещества, которые содержались в ядовитой жидкости. Ну, спирт, да, фтористый натрий. Зачем он там? Вы что, химию в школе не учили? С2H, 5H, все познания. Но уже в завязке. Спасибо. С адресами поторопитесь, ладно? Сыщики решили наведаться к вдове Янишевского. Там их ожидал сюрприз. Высказать женщине соболезнования приехал третий человек области, Евгений Хологов. Он торопил следователя. Как понимать? Убит секретарь обкома комсомола. Неслыханно. Сколько вам нужно времени, чтобы найти убийцу? Евгений Викторович, группа работает на пределе. Мы отрабатываем горячий след. Ну, вот приехали к вдове, но с женой убитого водителя мы еще никак... Да при чем здесь водитель? Кому он нужен? Там просили передать. У вас 5 суток всего. Работайте. Ирина, держись. Только теперь следователи-оперативник наконец получили возможность поговорить с вдовой. Если это убийство, я не понимаю. Врагов у него не было. На работе его любили, людям он нравился. А женщинам? Извините, но мне необходимо это знать. Я ищу убийцу. В порочащих связях не замечен. Характер стойкий, нордический. Извините, мне нехорошо. Ни врагов, ни мыслей. Только зря время потратили. А ты что, хотел, чтобы она в убийстве призналась? Пошли работать. У нас 5 суток, ты слышал? Ковдове водителя? Кому он нужен, причем подводитель, в обком. И звони к криминалисту. Нужен для участия в обыске. Несмотря на позднее время, секретарь погибшего все еще была на работе. Она рассказала, что в день аварии Янишевского на том месте быть не могло. Ну вот, расписание. 10.00, прием комсомол в школе. 13.00, производственный актив организации шинного завода. Что он напряг с яйцей головой? Изучаю документы погибшего. Как-то не густо. Одни газеты. Так, документы-то отдали руководству еще вчера. Служебные первому секретарю отдали. А личные сожгли. Как? Шучу. Вот его личный дневник и вот его тетрадь. И густо. Это все? Ну, для очистки совести. Хотела себе оставить на память. Красивый. Ничего не выбрасывали. Так я не открывала даже. 15.00 звонит Борису Борисовичу. С меня причитается. И вот, кажется, важно. Пентабисмол. Что тут важного? Находка криминалиста действительно представляла интерес для следствия. Пентабисмол в те годы одно из самых распространенных и эффективных лекарств от сифилиса. То, что Янишевский хранил в своем рабочем столе фрагмент упаковки, наводило на подозрение. Возможно, он был болен. В таком случае логично предположить связь на стороне, а значит, возможные мотивы убийства. Пал Зинович, ну как так? Ты опытный субмет. Как можно было упустить такой момент? Погибшего сифилис, это же не бородавки. Александра Ивановна, вы меня, конечно, извините, но я тут своей вины не вижу. Общий клинический анализ крови ничего не показал. Нужна сирология. Так бы и сказали, я бы и сделал. Но даже такой анализ не дает сто процентов. Ну, понятно. Свободны. И пусть зайдет вдова. Еще одну минуту. Помните, секретарша убитого говорила, что тот по факту должен был быть на шинном заводе? Так вот, я только что с шинного завода разговаривал с директором. Тот сказал, что пару лет фактически прикрывал Янишевского. Тот приезжал на завод, типа на совещание. Но долго не задерживался. Пересаживался в Москвич и уезжал. Куда? Директор не знает. Может быть, на рыбалку, а может, в ресторан. Или по бабам. Где-то же он это подцепил. Ладно. Заводи вдову нашего ходока. До свидания. Добрый день. Симашка познакомила вдову с результатами анализа крови погибшего. Сифилис. Я знала, что все всплывет. Знала. Да, он болел. Года три тому назад я даже врача нашла, потому что стационар – это конец карьеры. Говорили, ни врагов, ни женщин. Да кобелина он. Кобелина. Все время я его куда-то тянула. Куда тянула? Ирина, мы не ради любопытства. Поймите, вашего мужа убили. А тут на тебе. Оказывается, у него такая тайная, бурная жизнь. А вот такого Бориса Борисовича знаете? Нет. Я не знаю, на кого думать. Я не знаю, кто любовница. Значит, мы найдем. Александра Ивановна, пробили номер Бориса Борисовича, нужно ехать. 15-го звонить Борису Борисовичу. Это пометил себе Енишевский. Возможно, именно к нему комсомольский лидер области ездил в свой последний день. На записке помимо номера имелся код населенного пункта. Чанцев без труда вычислил адрес, по которому был зарегистрирован номер. Борис Борисович Пантелеев жил на окраине райцентра Кринички. Как раз на трассе, где погибли Енишевский и его водитель. Вот здесь, по мнению экспертов, вскрыли пакет с ядом. А вот к Криничке. Оттуда и возвращался Днепропетровский москвич. Где-то на этом промежутке и подсел к ним убийца. Чанцев, местный житель. Может быть, он что-то видел. На выезде из села Светлогорское следователи-оперативник наконец-то наткнулись на реальный след. Местный житель Антон Мазуренко вспомнил, как одна машина буксировала другую. А как же? Видал? 15-го числа, в аккурат. А что? В котором часу? Два часа. Как раз за хлебом ходил в магазин. Полчаса до Николаевки. Ехали быстро? Да не. Стояли? Пенсионер вспомнил, что на обочине стояли москвич и бежевые жигули. В момент, когда он обратил на них внимание, москвич как раз трогал с места. Где именно стояли? А в аккурат вот здесь, возле столба. А за рулем кто был? Ну, мужик лысоватый, в жигулях. Второго я не разглядел. Александра Ивановна! Есть! Осколки битой фары. Нужно срочно вызывать Дронова. Ну вот, пока сама не приедешь, дело с места не сдвинется. Сейчас его привезут, Чанцев. Слушай, нам еще в Креничке ехать, к Борису Борисовичу. Поехали. Садись в машину. Телефон, на который в день гибели звонил Янишевский, находился на выезде из Креничек. Мы к Борису Борисовичу. Вдвоем? Интересно. Хотите вместе или по отдельности? В смысле? Ну, если вместе, надо будет четвертной докинуть. Предупреждаю. Ты что, рихнулась, девочка? Пантелеев где? Мама Инна, тебя! А потому что я думала, что мы с вами. Ну, что ты ржешь? Вообще, что это происходит? Поздравляю, Александра Ивановна. Кажется, мы случайно накрыли подпольный бордель. Первый громкий скандал, связанный с элитным борделем, разразился в 1955 году. Стало известно о существовании в Москве ведомственного гарема. В народе его окрестили ансамбль «Ласки и пляски». К девочкам по слухам регулярно захаживал министр культуры СССР Александр, член и корреспондент Академии наук Еголин и Кружков. По Москве ходили самые пикантные слухи о похождениях элиты. Содержательницей борделя оказалась 37-летняя Инна Сокол. Борис Борисович, где? Папашка-то? В ЛТП давно. А дома что пропадает? Сокол. Фамилия мужа? Мужа. Или кого похуже? О, сколько вас тут? Александра Ивановна, на два слова. Чанцев нашел в чулане целую батарею банок меда, точь-в-точь напоминающих ту, что сыщики нашли в машине погибших. Руб за сто даю, что в машине отпечатки ее. Она знала о визите, могла устроить ловушку и убить. Теоретически, да, хотя мотив. Ну, вот сама и расскажет. Ну, вот что, Сокол, собирайтесь, поедете с нами. И к чему это все? Все равно ничего не докажете. Один звонок, и ваше дело закрою. Кому звонок? Своих не сдаем. У меня приличный дом. А то, что вам моя подруга наговорила, так это вам померещилось. Из чего вы решили, что у меня здесь шалман? Товарищи, а здесь интересней. О, своих не сдаем, а снимочки делаем. Интересно, кто там на пленке. На проявку немедленно. А вот и папочка из шкафа. Ректор, надо же. А этот? В папке Александра Семашко обнаружила фото нескольких областных чиновников в самом неприглядном виде. Ну что, а теперь добавим к сводничеству. Шантаж? Дом папашки. Я не в курсе. Не пройдет. На суде не пройдет. А вот эти не простят. Давай так. Я это теряю, а ты мне даешь информацию о хозяине бежевых жигулей. Ищи дуру. Везите уже. Раньше сяду, раньше выйду. В это время в Светлогорском, на месте предполагаемого ДТП, криминалисты обнаружили осколки фары, предположительно от автомобиля ВАЗ. А на обочине остались следы от москвича. По мнению эксперта, жигули действительно стояли в этом месте до момента, пока его не взяли на буксир. Почему разбилась фара и зачем понадобилась буксировка, неизвестно. Потеков масла не было. Следов аварии тоже. Было неясно, связано ли это с двойным убийством. Оставалась надежда, что новая информация появится после проявки пленки, найденной в подпольном борделе. Эту кассету изъяли при обыске дома Пантелеева. Сыщики предположили, раз пленка еще находится в аппарате, значит на ней самые последние гости Инны Сокол. И может быть, среди них окажется Янишевский. Не вызывало сомнений, что алиби в виде заседания на заводе ему требовалось, чтобы посещать публичный дом. Пленку отправили на проявку. Ах, вот так. Спасибо, Евгений Капитонович. С вами всегда приятно работать. Пленка засвечена. В смысле? В аппарате пленка была засвечена? Пришли какие-то люди в лабораторию и засветили пленку. Понятно. Я же говорила. Вы думали, я этот аппарат увинтила? Расскажи, вот этот 15 апреля у тебя был? Скажу, был. А меня потом прирежут? Нет, граждане, это без меня. Я на этом денег не зарабатываю. Я мед продаю. Баночка, соточка. Знаете, как мужиков на сладенькое пробивают? Мед – это хорошо. Только знаешь что, Инна? Вот этот мед мы нашли у тебя на хате. Ну? А вот этот в машине Янишевского. И на нем пальчики. Я готов поспорить на бутылочку коньяка, что пальчики вот эти. Доктилоскопию мы сделаем. Сверим состав меда. Ты крепко пришита к убийству, девочка. Нет, нет, в это бросьте. Не выйдет. Тебя никто не защитит. Да не убивала я, когда он умер. 15 апреля, в полчетвертого вечером, когда возвращался от тебя. Да, был у меня, да. Но я не отлучалась. Дайте вспомнить. После него был Коротков. Коротков? Точно! Директор молокозавода. Он видел меня и девочек. Да зачем мне убивать? А фотографировать зачем? Шантаж. Он не платит. Вы его бац, и все. Да не мой это, а пора. Контора поставила. А было бы у меня что-то на комсу, ну кой мне его мочить? Я бы его всю жизнь доила. Доктилоскопия подтвердила. На банке меда отпечатки Инны Сокол. Покойный комсомольский функционер при жизни был завсегдатаем подпольного борделя. Однако, внутри следственной группы зрел раскол. Семашка сомневалась, что расследование любовных похождений секретаря даст ниточку к убийце. Не туда мы свернули, мне кажется. Ай, пять двадцать пять. Я понимаю, лед тоненький. Но как мы распутаем убийство, если не потянем за этот бордель? Все указывает на Инну Сокол. Знала график передвижений, мед в банке, записка с именем Инна. Ну чего не хватает? Мотива. Ну ясное дело, без контра не обошлось. Не сама же она захотела комсомольца пришить. Но нам реальный мотив установить и не надо. А вот исполнителя, да, и это Инна. Инна Сокол. Так, все, Чанцев, сняли тему, забыли про Сокол. Отрабатывай директора молокозавода и ищи бежевые жигули. Слушаюсь. Директор молокозавода Коротков нашелся на рабочем месте в Днепродзержинске. После ознакомления с показаниями содержательницы борделя, директор признал, бывал там. Ну у нас как, днем делегацию встречаешь, вечером кинь, ну я сам не-не, вот первый раз и то влип. С Янишевским из обкома встречались там? Ну система в борделе устроена так, чтобы гости один с одним не пересекались. Жигули бежевые. Не встречали в окрестностях борделя? Не припомню. Неподалеку села Долинское Днепропетровского района произошла авария. Грузовик врезался в Москвич. В салоне легкового автомобиля обнаружили два трупа. Антон Драч, обкомовский водитель и Степан Янишевский, второй секретарь обкома комсомола. Экспертиза установила, смерть мужчин наступила в результате отравления ядовитым газом. На момент аварии Драч и Янишевский уже были мертвы. Свидетель видел, как накануне происшествия москвич Драча брал на буксир бежевые жигули. Отравляющее вещество в салон машины комсомольскому работнику подбросили в экспериментальном молочном пакете Днепродзержинского молокозавода. А кстати, что насчет молочного пакета? Вы мне обещали информацию о художниках-разработчиках найти из Москвы. Я лучше нашел. Лышко ко мне. Срочно. Кто это Лышко? Технолог. Молодой, добросовестный. Глава комсомольской организации завода. Напомню, отравляющее вещество было в экспериментальной упаковке молокозавода. Такой пакетик на прилавках так и не появился. От предприятия с художниками контактировал Роман Денисович Лышко, химик-технолог. Занимал неплохой пост для такого возраста, 26 лет. И что самое главное для следствия, имел частые встречи по комсомольской линии с убитым Янишевским. Разговор с Лышко еще больше сгустил краски вокруг него. Того самого образца экспериментальной упаковки не нашли ни дома, ни в кабинете. А самое главное выяснили, что недавно Лышко купил машину. Бежевые жгули. Вызывали? Вот, Роман Денисович, товарищ из милиции хочет с тобой побеседовать. Я, чтоб не мешать, выйду. Беседуйте тут. Мы знаем, что вы единственный сотрудник завода, кто оставил упаковку себе. Да, это моя пирамидка. Хорошая упаковка была. К сожалению, другой макет выбрали. А что? Эту упаковку нашли в машине убитого секретаря Янишевского. И что? А я тут каким боком? Я с ним только здоровался и толком вообще его не знал. Машина. Жигули и цвет бежевый. У вас такая, верно? Ну. Где были 15-го числа в 2 часа дня? Так вы, наверное, уже проверили. Дома я был на больничном. Врете. Машину вашу видели на Криворожском шоссе в районе села Светлогорское. Так я этого и не исключаю. У меня жена учится водить машину. В городе боится и поэтому выезжает на трассу. У вашей жены обувь замшевая есть? Есть. Сапожки. А что? Теперь главное понять, за что. Оперативник собрал всю имеющуюся информацию, пытался понять, что связывало жену Лыжко с погибшим комсомольским лидером. Пока что прямых контактов проследить не удавалось. Жена Лыжко. Что нам удалось выяснить? Она химик. Работает в лаборатории. Знаний, чтобы соорудить отравляющее вещество, хватит. Это яйцеголовый подтвердил. Во время гибели комсомольцев взяла отгул. Но. Что но? Я собрал всю имеющуюся информацию и попытался найти связь между женой Лыжко и комсомольцем. К сожалению, прямых контактов установить не удалось. Чанс. А как хорошо начало? Не спешите. Связь есть. Но не с комсомольцем, а с его водителем. Да ну какая там связь? Кому там нужен этот водитель? Не спрашивайте как, но вот что я выяснил. Жена водителя и Лыжко из одного детдома. И на основании этого ты хочешь санкцию? Да. Нам нужен обыск. В салоне москвича осталась замша. Найдем сапоги и поймем, была ли она с погибшими или нет. Чанцев, будет тебе санкция. Давай хорошенько обыщем эту Лыжко. Зоя Лыжко. Прополномочный Чанцев. Вот постановление на проведение обыска. Ого. Что ищем? Правда? Как всегда. Товарищи, прошу, заходите. Входите. Это криминалист Дронов. Здравствуйте. Товарищ эксперт. И товарищи понятые. Чанцев сказал, что это связано с гибелью комсомольского лидера. По его мнению, именно Зоя находилась в машине убитых в тот роковой день. Обыск должен был дать вещественные доказательства ее присутствия в салоне. Вы совсем рехнулись. Не знаю этого вашего комсомольца. Странная судьба у погибшего. При жизни все хотели дружбу водить, а после смерти отнекиваются. Коллеги? Они. Замшевые ваши. А хотите фокус, Зоя? На одном из них кусочек кожи в виде малюсенького треугольничка будет отодран. Вот. Вот это место. А знаете, где остался этот кусочек? На крышке ящика в салоне москвича, в котором вы, Зоя, якобы не были. Вы задержаны, Зоя, по подозрению в убийстве. Мы сейчас здесь закончим и еще осмотрим вашу машину, чтобы разговор на Зоя неголословным вышел. К допросу Зои оперативник оказался подготовлен лучше, чем предполагал. Во-первых, на правой буксировочной проушине «Жигулей» имели следы недавнего крепления троса. Интересные находки ждали и в салоне машины. Вот результат экспертизы найденных женских волос в «Москвиче» и автомобиле «Лыжко». Идентичность полная. Теперь осталось выяснить мотив. Зачем Зоя Лыжко убила двух мужчин. Дактилоскопия, раз. Ваши пальцы на руле «Жигулей». Почерковеческая. Записка с именем Инна и номером телефона. Написано вами. Начальника его водилу отравили ядовитым газом. Вы знаете, что это такое. Еще бы. Выпускница химико-технологического института. Лаборант на закрытом предприятии. На работе сказали, что в день убийства вы брали отгул. Чистосердечное писать не поздно. Говорите, Зоя. У меня есть сестра. Не по крови. Подруга. За которую, как оказалось, я убить могу. Зовут ее Алла Драч. Она жена одного из... Из машины. Мы росли вместе в детском доме. Месяц назад девушки встретились. Алла пожаловалась. Нет сил терпеть. Призналась, что ее брак трещит. Муж-тиран превратил ее в забитое безвольное существо. И слова не скажи. Ну, это ладно. Он же мне изменяет. Знаю. Подслушал. Он с начальником в райцентре ездит по бабам. Разведись. Нет, ты что? Это он? Сестра, ты вся в синяках. Спустя две недели звонит мне сестра. Разговаривает. А я слышу что-то не так. В смысле? Как будто прощается. У меня аж сердце сжалось. В жигули и калке. Алла! Аллка, что же ты наделала? Подруга Зоя лежала на полу без признаков жизни. Картина не вызывала сомнения. Женщина пыталась покончить с собой. Дыши, смотри на меня, Аллочка. Алла-алла-алла. У нее был выкидыш. После того, как ее избил муж. Обил он ее регулярно. Но в этот раз совсем озверел. Вы ее вернули к жизни? Откачала. Отвезла в крачу. Он приписал что-то там, осмотрел. Но детей она больше не может рожать. А это жизнью не назовешь. У вас дети есть? Дочь. Вижу, средка. А у нее никогда не будет. И я покрылась эту скотину бить. Ей? Себе. Говорю же, она не в курсе. Да, она рассказывала о похождениях мужа. Я его выследила. График. Время. Маршрут. Ну, почему газом? Так сложно. Хорошо, ему химику не сложно. Формула простая. Сделала на работе. И рассчитала дозировку. Как попали в Москвич? Придумала план. Перехватить на трассе. Тут же столько факторов. Вдруг кто-то другой остановился. Вдруг не клюнули бы. На такое клюнули бы. 15 апреля после того, как Москвич проехал в сторону райцентра, Зоя на «Жигулях» заняла пост у Светлогорского. Ждала возвращения гуляк. Имитировала ДТП. Без 10-2 Москвич появился на горизонте. Лыжко изложила легенду. Поцеловала машиной столб. Авто заглохло. Теперь не знаю, что мне делать. Так давайте я гляну. Это долго. Может, вы на буксир возьмете? Конечно, возьмем. О, слушайте, мы тут до Днепропетровска. Давайте заедем в ресторан. Поедим шашлычок, а? Ты у Бориса Борисовича только что кушал. Ну так проголодался. А давайте так. Вы в «Москвич» прыгнете, а коллега за руль вашего автомобиля. Ну, до Днепра. До Днепра, ребят, в следующий раз меня, думаю, муж ждет. Да ну, муж! Вы телефончик оставьте, а то обманете. А мы позвоним, договоримся. Конечно, оставлю. А вы до Николаевки меня зацепите? Доехали до Николаевки. Я ему записку с телефоном сунула. Придуманным, конечно. А имя почему Инна? Первое, что пришло в голову. А дальше? А дальше. А дальше просто. Пока мужчины отцепляли буксировочный трос, Зоя Лыжко сунула пакет под сиденье, сняла с него пластырь. Когда выходила из «Москвича», то не заметила, как поцарапала сапог. А дальше выделяется газ, отравление, потеря сознания, катастрофа. Катастрофу я не планировал. А фара? Заменила дома. Две жизни? И так просто. Не жалко? Нет. Одну драч и так забрал, и другую погубил. Лес рубят, щепки летят. А я тюрьмы не боюсь. Дедомовская я. Зою Лыжко осудили за умышленное убийство. Суд не получил огласки. Власти посчитали нужным скрыть пригвешение комсомольского вожака. Зое дали 10 лет. Ее дальнейшая судьба неизвестна. А вот подруга осужденной вышла замуж. В 1985 году благополучно родила ребенка. Опасения врачей не подтвердились.